Сняли маски, руки вверх! Лёха, покажи, где мы! Смоленск! Наша древняя крепость, наш оплот силы русской. За моей спиной находится самая сохранившаяся часть смоленской крепостной стены. На заднем плане вы сейчас видите башню, которая называется ВЕСЕЛУХА! Второе архитектурное чудо после уцелевшей смоленской стены – это вот этот пешеходный мост. Находится он в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. И что для нас более интересно, что для нас самое важное – это то, что здесь проходит Кубок России. В Смоленску не впервой принимать и чемпионаты, и кубок, и другие соревнования по фехтованию. Поэтому я глубоко убежден, что в Смолении очень много знают о фехтовании. Ну и естественно, мы с ними об этом поговорили. Как относится к фехтованию? Никак! Что делать при счете 14-14? Радоваться. Уколоть навстречу или выйти в атаке с переводом? Знаете, я не любитель футбола, да, как бы не смотрю футбол. А фехтование смотрите? Ну и фехтование тоже не смотрю. А что смотрите? Новости смотрю. Привет! Я Ирина Охотникова. Сегодня я охотюсь на него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сняли маски, пожали руки А что читаете, расскажите? А давайте погадаем, вот кто станет чемпионом Кубка России? Страница какая? 22 Страница 22, строчка вторая снизу Возможно, тоже была нетрезвой Вот так вот, ребята! Ха-ха-ха! Рогушкин, Рогушкин Рогушкин Кто из фехтовальщиков станет следующим министром спорта? Рогушкин Что интимного в комнате вызова? Атмосфера На что фехтовальщик может обменять неиспользованный видеоповтор? Нижевач Почему фамилии на спинах пишут синим? Для того, чтобы на телеэкране было заметно. Смоленск или Арзамас? Смоленск. Смоленск или Ярославль? Ярославль. Бутерброд с колбасой или с икрой? С икрой. Бутерброд с икрой или Ярославль? Ярославль. Что делать при счете 14-14? Ну, я не знаю. Не знаю, но надо как-то держаться. 14-14. Да. Надо читать Камингуэ. А там что написано про это? Там все написано. Можно еще Гетте Фауст, а когда прочитаете, молодой человек, Гетте Фауст вам все расскажет. Точно? Да. Хорошо, спасибо. Спасибо. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, вот эти все штуки. И книга с росписью Татьяны Гудковой, чемпионки мира с секретом от Гетте, да, о том, как побеждать, будет у вас. А вы сможете выиграть, если вы, естественно, выиграете конкурс. Следующее правило. Нужно написать в комментариях самый остроумный, самый оригинальный, в общем, на наш, так сказать, взгляд, интересный. Комментарий о том, что необходимо делать при равном счете, когда стоишь на самом краю. Больше, да вообще как надо. Ну и прикинь, в Башкортостане, в Уфе, есть свой телеканал, на котором снимают перед Новым годом аналог, вот, как Голубой Огонек. Лиза, ты я, Влада. Выкаш, в этом студии, а вам аплодисменты. Туда позвали очень много спортсменов и не позвали, представляешь, Сафина. Да ладно. Каш, каш, каш. Ну, что-то там из Москвы уехал. Короче, знаешь, что я решил? Я решил, что нужно позвать Тимура к нам в новогоднее шоу, правильно? Конечно. Сейчас наберем ему. Открываем, значит, контакты. Пишем Сафин. Набираем. Блин, я не тому набрал. У меня Тимур просто по-другому записан, я забыл. Сейчас. Во. Все, звоночек. Алло. Да, привет. Какие у тебя там дела? Слушай, Тимур, пойдешь к нам на новогоднее шоу? Во, класс. Ну все, давай, подходи. Наше новогоднее шоу очень простое. Мы с Тимуром берем две бутылки игристой новогодней жидкости, сильно взбалтываем их, и у кого дальше улетит пробка, тот и выиграл. Ну, а с проигравшим случится то, что обычно случается с победителями Формулы 1. Давай я первый. Ну все, че? С Новым Годом! Это «Сняли маски, пожали руки» Тимур Сапфин и я. С Новым Годом! С Новым Годом, дорогие друзья. Всего вам хорошего. С прочим году. С праздником.